Год назад точно, знаете, у пловцов есть такое упражнение, держишь такую палку, которая чуть-чуть шире твоих плеч, да, и должен, как бы, суставы, плечевые суставы, как бы, руки назад за эту палку, выворот плечевых суставов. Вот, вы знаете, глядя на Ламбьеле, я могу сказать, что в юности, вот, когда он был лет 16-17, он, по-моему, этот выворот делал запросто, потому что настолько он пластичен, вот именно в плечевом поясе, да, и настолько он ярок, вот, во всех этих своих положениях. Конечно, индивидуальность Ламбьеле даже нечего обсуждать, поэтому не имеет смысла... Ну и сейчас, вот, благодаря этому, что... Копировать. Благодаря этому, что стали такие элементы, как вращение, уделять им огромное внимание, у нас есть специальные программы, по которым катаются фигуристы, это особенно в юности, когда фигуристы еще юные в развитии, как раз, уделять внимание на вращение. Вот вопрос, я так понимаю, пришел еще вчера от вас, но только сейчас мы можем на него ответить. Как же все фигуристы с последней разминки без четверного, все, кроме Жубера, кто с четверным, тот проиграл? Ну, я думаю, если вы смотрели нашу вчерашнюю трансляцию, вечернюю, конечно, яркое было зрелище, все без четверного. Вот тут мы, конечно, с вами поспорим. Андрей Лутай исполнил четверной тулуп, Кевин Вандерперрен исполнил четверной тулуп, Томаш Вернер исполнил четверной прыжок, вы понимаете? То есть, как раз в последней разминке все, кто боролись за медали, все попытались исполнить. Отделили, каскадили, а так или иначе. Да, четверный прыжок. Вот такой еще вопрос, окончательно ли ушла из любителей Мишель Кван? Сейчас у меня специально даже было заготовлено официальное сообщение по поводу Мишель Кван, ссылка на ее сайт. Пятикратная чемпионка мира Мишель Кван не будет участвовать в соревнованиях сезона 2006-2007. Мы помним, да, что она отказалась от участия в Олимпийских играх, от продолжения борьбы. Она приехала в Турин, ей зарезервировала американская сборка, сборное место на Олимпийских играх, но, к сожалению, из-за травмы она снялась, из-за травмы бедра. Она восстанавливалась после операции, после этой травмы. Несмотря на проблемы со здоровьем, вот официальная информация, полностью отказываться от фигурного катания она не намерена. В наступающем сезоне Кван будет участвовать только в показательных выступлениях, а через год обещает подумать об итогах сезона и решить, стоит ли возвращаться в сбор. Это к вопросу, вернется ли Мишель Квар. Это то же самое, что вернется ли Ирина Суцкая и Сидзуко Аракава. Что можно сказать о Сидзуке Аракава? А так получила приз от Японской ассоциации изготовителей джинсов. Вот. Ну, разные премии бывают в мире. Ей, видимо, дали эту премию за то, что она в краше всех носит джинсы японских каких-то марок. Чем сейчас занимается Ёжев Собовчик и Петер Барна? Ну, Собовчик постоянно участвует в шоу, несмотря на его возраст. Грустяще справляется с прыжками, высоченные прыжки у него. Но, мои дорогие друзья, если вы видели нашу трансляцию с Оберсдорфа... С Оберсдорфа, галоконцерт, да. Да, регулярно Ёжев Собовчик гость оберсдорфских предновогодних галоконцертов. А вот Петр Барна, который блистал на рубеже 80-90-х годов, стал чемпионом Европы. То ли в 93-м, то ли в 92-м, да? Сейчас себя проверим. Примерно в 92-м он стал чемпионом Европы. Петр Барна, о нем никакой информации нет. Я думаю, что, если так говорить, в общем-то, проценты 80 фигуристов тех или иных регионов находятся в этом себе на катании. Или это тренер, или это коммуникатор на телевидении, или это человек спортивный. Спортивный медицина занимает, или постановка, называется эморизмом. Я думаю, что он мне нравится. Еще есть один вопрос. Вчерашнего дня назовите трех лучших, трех лучших персональных результатов мужчин. Но это, видимо, в течение нашего репортажа о производной программе «Одиночники» приходили вопросы. Только сейчас мы их видим, трех лучших персональных результатов мужчин. Ну, если говорить о сегодняшнем сезоне, это, естественно, Брайан Жудер, это, естественно, Набуна Рикота, и, естественно, Набуна Рикота, Кахасия, Японец. В этом сезоне это три лучших результатов мужчин. Поэтому сами представляете, как и будет борьба на чемпионате мира в Токио. Там азиатское фигурное катание будет представлено сильнейшими фигуристами, как у женщин. Во-первых, это Кореян Кьюна Ким, которая неожиданно выиграла финал гран-при. Это Мао Асада, японская фигуристка. Да, два японца и еще сильные китайские фигуристы. В парах, естественно, китайцы. То есть, я думаю, что Европа и Америка... Танц, Америка, Канада, да. Говорят, так чуть-чуть прямолинейно отдохнут в Токио. Так, это... Мы распрощались с вопросами дня вчерашнего. Вот сейчас только что нам принесли... Только что... Вот последние вопросы ваши, дорогие зрители. Скажите, куда пропала Вероника Кропотина? Попала Вероника Кропотина. Наверное, туда, откуда информация не доходит никакая. Честно говоря, помню, была такая девушка у нас. В нынешнем году, в чемпионате России, она не наступала. Могла закончить запросто, как не закончила... Кристина, Кристина. Синопусов, чемпионка мира среди юниоров была. Наша также закончила, возможно, а может быть травма. Честно говоря, не будем врать, но в нынешнем сезоне вообще Кропотина не засветилась на внутрироссийских турнирах. Сотвайство, репрезентантка Лотфы. Репрезентантка Лотфы. Репрезентантка Латвия. Юлия Тепли. Аплодисменты.